Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас и проклянут за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками их отцы. Горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Он не хочет быть богатым, он безумец. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете. Горе вам, когда все будут говорить о вас хорошо, ибо так принимали лжепророков отцы их. Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших. Благотворите ненавидящих вас, благословляйте проклинающих вас, и молитесь за обижающих вас. Ударившему тебя по щеке, подставь и другую. И отнимающему у тебя верхнюю одежду, не препятствуй взять и рубашку. И всякому просящему у тебя, давай, и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтоб с вами поступали люди, так и вы поступайте. И если любите любящих вас, какая вам зато благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам зато благодарность? Ибо и грешники делают то же. Он касается ее. Как он может говорить с ней? Она блудница. Нет. Любите врагов ваших и благотворите, и взаймы всегда давайте. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ к неблагодарным и злым. Будьте милосердны, как отец ваш милосерден. Спаси нас, Иисус! Не судите, и не судимы будете. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете. Веди нас Твоей дорогой, Господь! Давайте и дастся вам. Какую меру мерите, такой уже отмерится и вам. Может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? Ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Может ли он быть мессией? Мессией? Мессия? Обещанный пророк не может быть. Идите, посмотрите. Идите, посмотрите. Учитель, поешь немного. У меня есть пища, о которой вы ничего не знаете. Ему принесли еду? Моя пища. Творить волю пославшего меня и закончить дело его. Посмотрите на поля, как они побелели и поспели к жатве. Посмотри, сколько людей. Благая, есть и для самаритян? Люди пришли к Иисусу и просили остаться и учить их. За два дня многие люди поверили его словам. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякой просящий получает, и ищущий находит, и всякому стучащему отворят. Какой из вас, отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень или змею вместо рыбы? Если вы умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у него. не заботьтесь для души вашей, что вам есть. Не для тела, во что одеться. Душа больше пищи и тела одежды. Посмотрите на воронов. Они не сеют, не жнут, нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хоть на локоть, если и малейшего сделать не можете? Что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но Соломон во славе своей не одевался так, как всякая из них. Если Бог траву на поле, которая завтра будет брошена в печь, так одевает, то тем более оденет и вас. Вас, маловеры. Господи, умножь в нас веру. Если бы вы имели веру зерно горчичное и сказали смоковнице сей исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Чему подобно царствие Божие зерну горчичному, которое, взяв, человек посадил в саду своем и выросло и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его. Я не понимаю, о чем он говорит. Зачем вы идите и пьете с этими мытарями и грешниками? Грешники? Нездоровые имеют нужду во враче, а те, кто болен. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. Он идет, смотрите, он уже здесь.